Итак, добрый день гостям подписчикам моего канала. Сегодня мы находимся в ретро-разделе Назад на рыбалку в СССР ретро ностальгия. Сегодня мы поговорим о такой блесне глубинной. Продавалась она подложкой как отдельно, так и она шла в наборе, в житомирском наборе шла большом. Вот эта блесна глубинная. Там были житомирский шторлинг, житомирский норич, ну и житомирская глубинная блесна. Я предполагаю, где, какой завод, я не знаю, но что выпускалось это в городе житомир. Вы напишите в комментариях. Я буду очень рад, кто знает завод. Мне, как коллекционеру, будет интересно. Давайте начнем. Так, также она была как пятнистая, так и не пятнистая. Не пятнистая я, по-моему, уже снимал обзор на подложки. Она вот такая вот красивая, она тоже видна новенькой, черные точки. Смотрите, все, фурнитура. Видно, что не ловили ей. Посмотрите, какие отличные у нее изгибы. Толщина, наверное, миллиметра три по толщине. Сейчас, наверное, скорее всего, миллиметра три толщина. Не. Сейчас мы замерим. Да, три миллиметра толщина. Я, как оказался прав. Далее, в длину эта блесна 10 сантиметров. И, мне кажется, весит она достаточно хорошо. 33,8 грамм. И давайте, как всегда, но я думаю, что игра будет обалденная. Что-то мне подсказывает. Проверим игру этой блесны в ванной. Итак, житомирская блесна глубинная. Вот она падает и начинает играть. Ну, своеобразная такая специальная. У нее игра, конечно, есть. Работайте в ней в ямах. Да, думаю, будет неплохо. Вот такая вот блесна глубинная. Ну, а кто что ловил на нее, на эту блесну глубинную житомирскую, вы напишите в комментариях. Я буду очень рад. А на сегодня все. Как всегда, всем, кого понравилось, подписываемся и ставим лайки. Всем пока!